Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я приветствую вас на канале Страна и мир. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным. И сегодня у нас в гостях бывший председатель ликвидированного в России правозащитного центра мемориала Александр Черкасов. Александр, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились к нам идти. Здравствуйте. Александр, в последние годы у нас мало хороших поводов для встречи, для разговоров. Но вот сегодня такой особенно печальный и тяжелый разговор. Только что произошел страшный теракт в Москве. Один из крупнейших концертных залов столицы. Нападение террористов, огромный пожар и в итоге полторы сотни человек погибли. В истории России были страшные теракты. Дортост, взрывы домов, Беслан и так далее. Но казалось, что та эпоха немножечко осталась в прошлом и сегодня политическая ситуация как бы не предполагает возможности таких событий. Казалось, что теракт совсем не в этой повестке дня. Что вы первым делом подумали, когда услышали новости? Я первым делом стал смотреть и слушать. Потому что думать тут стоит, имея хоть какую-то минимальную почву для раздумий. В отличие от большинства, наверное, соотечественников, которые предпочитают довериться своим домыслам и предубеждениям, я обычно стараюсь все-таки накопить какие-то факты. Просто потому, что немножко занимаюсь этим давно. И сразу же скажу, что, скажем, ИГИЛовский, не то чтобы терроризм, но деятельность ИГИЛ в России, это не давнее прошедшее. 2 марта этого года в ингушском городе Карабулак был бой. Штурмовали квартиру, где находились участники местной ячейки, присягнувшей ИГИЛу, по-моему, в августе прошлого года. И охота за этой группой идет с марта 1923 года. Где-то уже больше двух десятков по три десятка задержанных боевиков и тех, кого власти называют их пособниками. Это такие местные. У нас были сепаратисты в Чечне, и вы правильно говорите, что были масштабные теракты, но они были совершенно другого типа. Это требования, политические требования в рамках существующего политического пространства. Когда сторонники независимости Чечни, независимости Ищкири прибегают к террористическим методам, тут есть какая-то цель, как Басаево-Буденовске, с требованием вывода войск, которое было переформулировано на остановить боевые действия, начало переговора. Тогда удалось спасти полторы тысячи заложников, заменив их на полтораста заложников добровольных, среди которых были мои друзья и коллеги, такие как Олег Карлов, но не находящийся в тюрьме. Следующий масштабный теракт был полгода спустя, в январе 96-го в Адагестане, тоже захват больницы отрядом Салмана Радуева. И дальше переговоры, отход при каких-то живого щита, блокирование в селе Первомайское, неделя боев, но боевые заложники ушли в Чечню. Но там тоже были какие-то тренинги. Норд-Ост, о котором, кажется, вы упоминали, то есть захват театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, отрядом боевиков Мафсара Бараева, посланных тем же Шумилем Басаевым, у них тоже были политические требования, стереотипные. Другое дело, что тут их никто не слушал, никто не переговаривался, а имитация переговоров была прикрытием подготовки к штурму. Тогда погибло 130 человек, из них пятеро от огнестрельных ранений от рук боевиков и 125 от газа, примененного спецназом ФСБ при штурме. И, наконец, последний такой масштабный теракт, это сентябрь 2004 года, школа номер один в городе Беслан, в Северной Осетии, захваченная отрядом боевиков командовым Русланом Хучбарова, также посланным Шамилем Басаевым. Там тоже были требования остановить войну, там были возможности каких-то переговоров. Но в итоге был штурм, погибло более 360 человек, по-моему, погибли более 350 человек, из них около половины дети. Больше таких терактов с захватом заложников не было. Почему? Это Шамиль Басаев в 2005 году, кажется, объяснил в интервью журналисту Андрею Бабинскому, что власти не идут на переговоры. Они показали, что готовы пожертвовать любым числом своих граждан, лишь бы не идти на переговоры. А раз так, терять 40 бойцов при каждом теракте, это нерационально. И в итоге таких терактов с захватом заложников больше нет. Тот же Басаев успел скоординировать подготовку вооруженного восстания в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, в октябре 2005 года. И погиб в июле 2006-го в Ингушетии при подготовке очередного теракта. Сложно организован. Но вот после Шамиля Басаева таких сложных терактов нет. И дело не только в том, что ушла в прошлое Ичкерия, то есть политическое, серопаратистское образование, претендовавшее на некоторое место на нашей земле, в нашем пространстве. Ичкерия сменила Марат Кавказ. Это в октябре 2007 года такое преобразование совершил последний президент Ичкерии, первый Амира Марата Кавказ, док Умаров. И при нем тоже был террор. Например, в 2010 году были взрывы в московском метро, за которые Умаров взял на себя ответственность специалистка. Но это были очень простые теракты. Смертницы поехали и взорвались. Смертницы были из Дагестана, и, разумеется, никакой Умаров им не руководил. Он просто брал на себя ответственность. С тех пор ничего сложно организованного не было. Басаев это умел и любил. У него были хорошие учителя, потому что до 1993 года он действовал в разных регионах Кавказа со своими отрядами, там, где Российская Федерация не хотела показывать свой флаг. И многому научился. Но, надо сказать, он был хорошим учеником. А последующие теракты, они были организованы куда менее талантливыми режиссерами. И когда сейчас удивляются, что они не могли найти другую машину и так далее, здесь слишком высокие требования высказывают к террористам. Даже профессиональные террористы, я имею в виду те, у кого диверсионно-террористические операции есть профессия, прокалывались куда посерьезно. Ну, я даже не говорю об отравителях Александра Литвиненко, Луговом и Ковтуне, которые сами ухитрились изрядно до заполония принять. Я не говорю про Петрова и Баширова, все речь Мишлина и Чапигу, которые при отравлении Скрипаля засветились на всех камерах и вообще потом пытались изображать на телеэкране парочку мирных геев, путешествующих по Европе. Гораздо раньше, 2004 год, Катар, когда взорвали, Зельмхана Индарбиева, бывшего президента Ичкерии. Офицеры ГРУ, отправленные на это дело, во-первых, решили сэкономить, никого не нанимали, а сами все делали и на себя оформляли, арендовывали машину, которая была взрывной устройством. Они в этой машине оставили изоляцию проводов и прочую ерунду, оставшуюся от подготовки взрывного устройства. Но даже после того, как они совершили свое черное дело, они могли бы успеть уйти из Катара, но не задержались, не улетели первым рейсом, потому что они покупали начальству подарки, а то не пошлют в следующую командировку. Можно смеяться? Ну, наверное, можно смеяться, но просто не стоит ждать высокой степени организованности даже от профессиональных террористов. И тем более теракты последних лет, игиловские теракты, они же, в общем, очень просты по своей семантике. Это стрельба, убийства, взрывы, но отнюдь не захват заложников и многодневные переговоры с последующим организованным отходом. Так было скоро 10 лет, отмечать ведь в следующем году тракт в Париже в ноябре, 13 ноября 15-го года. Очень похоже. Очень похоже. И это стиль игила, который вообще-то не собирается в одном пространстве находиться с нашей цивилизацией, с обществами и государствами, которые шлет послание, то есть страх шлет террор и государством, и населением. В России идил существует, ячейки идилы существуют с первой половины десятых годов. В чем здесь дело? Эмарат-Кавказ в какой-то момент стали гнобить и пригнобливать слишком интенсивно. Много лет Амиром Эмарата был док Умаров. Его сменщик пробыл при должности едва ли год. Потом срок пошел на недели, на дни. Одновременно возникло совсем рядом другое, гораздо более перспективное предприятие. Дело в том, что исламское государство, образовавшееся на Ближнем Востоте, оно с точки зрения всех радикальных мусульман было важнее, ибо это главный джихад в том месте, где пророк халифат когда-то организовал. Не менее важно и то, что джихад в Игиле был по сравнению с северокавказским просто таки пятизвездочным. Не нужно жить месяцами в сыром, холодном блиндаже где-то в горах. Не нужно ежедневно, еженочно, что важно, бояться похищения, пыток и исчезновения. Там есть территория, контролируемая единоверцами. И туда единоверцы со всего мира охотнее посылают спонсорскую помощь. И тогда в первой половине десятых годов отток с Северного Кавказа сторонников радикального ислама вообще из России куда-нибудь в Турцию или же повоевать в Сирию был достаточно велик. И для власти это, видимо, устраивало. Не то, чтобы они это организовывали, но тогда при подготовке Олимпиады 2014 года в Сочи, когда пытались зачистить Северный Кавказ от террористического подполья, вот такой боковой тренд их, видимо, устраивал. Это уже потом, с 15-го года стали авиацией и группами спецназа уничтожать игиловцев, участвуя в войне в Сирии. Но практически с середины десятых годов уровень активности подпули на Северном Кавказе упал до минимального значения. То есть раз сколько-то месяцев было событие, которое становилось обсуждаемым, не то, что каждый день новости. И то, что, например, возникла такая группа в Ингушетии, о которой я говорил выше, это заслуга тех, кто убрал из Ингушетии генерала-губернатора Юнусбека Евкурова, который ухитрился, генерал-групп, если угодно, тактикой умного контртеррора действительно снизить активность подполья в своем регионе очень быстро на два порядка, замена на человека, который не претендовал влезать в действии силовиков и привычной тактикой грубые силы и потерей доверия властей там добились возникновения опять ячеек примерно с 20-го года действующих нападающих на силовиков, но это, если угодно, такие местные, только они теперь под маркой идил. Ну, вот, как если бы придорожная харчевня взяла франшизу Макдональдса, подают то же самое, но теперь вывеска с двумя золотыми арками. Это про ИГИЛ в России, он был, хотя власти Владимир Путин сто пятьсот раз отчитались о победе над терроризмом, над подпольем и так далее, и так далее. Ведь четверть века назад, когда Путин шел к власти, лозунгом была борьба именно с террористами и именно с террористами исламистами и много раз говорилось, что эта цель выполнена, что у нас теперь другие задачи и как же так опять? Никогда не было и вот опять, как говорил известный русский Астраслов и премьер-министр Черномырдин. Кроме того, кроме того, что отчитались много раз о выполнении этой задачи, государство ведь за четверть века перестроили, совершенно перестроили. Так что уже не охнуть, не вздохнуть именно под предлогом обеспечения контртеррористической безопасности. Театры безопасности на входе на станции метро, станции железной дороги, торговых центрах, масса народу занятых на досмотре, камеры с распознаванием лиц и действующие камеры, то есть оппозиционеров каких-нибудь или призывников, не желающих идти воевать с Украиной, их по снимкам этих камер вполне улона ходят и ловят. Все это должно было, казалось бы, сделать невозможной работу террористов. Тем более, когда два года в Москве эта система перестраивалась под борьбу с украинскими диверсантами. То есть украинские диверсанты это не миф, да и странно было бы, если Главное управление разведки Украины не использовало бы подобные методы в борьбе с Россией. И несмотря на то, что санкции и, например, серверы хорошие добывать тяжело, их используют для поддержания потенциала и системы тотального видеонаблюдения. Тотального видеонаблюдения не только за лицами, но и за автомобилями. Система поток работает, хорошо работает. И на тебе случается теракт. появляются люди из какой-то группы, про которую знать не знали, ведать не верят. Между тем, это настигло прошлое. Если посмотреть, откуда участники этой террористической группы, они именно из того региона, в частности, из того города, где долгое время жил лидер исламского движения в Таджикистане Алиэкбар Тураджон Зада. Нет, тот-то был в общем умеренным по сравнению с нынешними. И даже после кратковременного прихода к власти исламодемократа, после их изгнания силы так называемого народного фронта, из которого торчали лучшие 15-й бригады спецназа групп полковника Квачкова, после посажения на царство президента Мали Рахмонова силами этого самого Квачкова, много лет шли переговоры об урегулировании, преодолении последствий войны в Таджикистане, и, кажется, их удалось преодолеть, были мирные соглашения. Но дело в том, что дальше сторонников радикального ислама там прессовали. Ну, как в России прессовали в каких-нибудь регионах, где потом полыхнул. Делалось все для того, чтобы были радикалы, были радикалы, в том числе склонные куда-нибудь бежать, потому что здесь им будет совсем плохо. Так что бэкграунд бэкграунд тех, кого сейчас задержали и кого обвиняют в участии в теракте, он не сводится к якобы звонку кого-то, а вот пойдем на дело. Это, как всегда, в таких случаях гораздо более глубокая история. И то, что в Турции, например, уже существенно больше полуторста человек задержали, видимо, по наводке из России, связанных с такими радикальными группами иммигрантов из СНГ, из Центральной Азии, в том числе из Таджикистана, говорит о том, что проморгали серьезную опасную сеть. Такое бывает. Ну, собственно, в Израиле об этом знают гораздо лучше, потому что 7 октября. Другое дело, комментаторы, которые говорят, что нет, невозможно, какие-то случайные люди, наверняка все это федеральная служба безопасности. И тут другое последствие этой путинской четверти века контр-турора, когда на реальных событиях разворачивается какая-то совершенно вакханалия, шизофреническая вакханалия пропаганды. что на самом деле на Северном Кавказе воюют не местные боевики, а чуть ли не мировой интернационал джихада. Что, как в одном из фильмов этому посвященных, за спиной исламистов находятся еще и американцы. там нет ли журналист Новицкий, очень прозрачный намек на Андрея Бабицкого, одновременно и с джихадистами корешился, одновременно из Афганистана инструкции получал, одновременно был американским наймитом. Ну, верить в это крайне сложно. И реакция на конспирологию властную, на властный пульт конспирологии, это тотальное неверие власти. Потому что, если что-то плохое произошло, ясно, что власти это организовали. Это не очень требует доказательств, потому что слишком уж они много врут. Но это не доказательство. Вранье властей это не доказательство того, что власти взорвали жилые дамы. Вранье власти это не доказательство того, что власти привели в Москву террористов Мафсара Бараева. Или что они причастны к теракту в Бреслане. Одно не доказывает другое. Но, к сожалению, такое тотальное недоверие вызывает всегда бурную конспирологию. Сейчас для нее гораздо больше почвы. то есть очень быстро появляются фото, видео, заявления. Очень быстро группа быстрого комментирования диванных войск строчит версии. И, как говорится, в поле каждый суслик агроном. И возникают и утверждаются, как говорил, кажется, Чарль Слина Балова-Фамусова. И вот общественное мнение. Общественное мнение формируется именно с такой скоростью и выясняется, что задержанные не те задержанные. И потом появляются видеокадры, где они вполне и не лучшим образом участвуют в террористическом акте. И что какие-то синие человечки, бывшие в концертном зале, они же потом задерживают этих террористов предполагаемых. Хотя при исследовании выясняется, что это совершенно другие люди. Один физрук, другой нефтяник, да и вообще человек, сидевший в концертном зале в легком джемпере, не может так же в той же одежде работать ночью в лесу ранней весной, когда снег еще не сошел и когда-то вообще-то два пуховика цепляют на себя. Но такие подробности никому не интересуют. Версия того, что теракт сами же организовали, она закономерно родилась и бороться с ней сложно. Но версия властная о том, что террористы судно и МИТ и Украина, которая готовит своих боевиков на Ближнем Востоке, она немножко странная. Ехали они, в общем, кажется, не в Украину, а скорее в Беларусь, там граница рядом. И если бы были какие-то бывшие джихадисты, связанные с Украиной, то я бы ждал совсем-совсем не таджиков и не людей из Средней Азии. Но поскольку у нас любой террористический акт это инструмент текущей политики, а сейчас Россия воюет с Украиной, то разумеется, террорист был использован и будет использоваться для продолжения этой войны. И это не вызывает, повторю, доверие, а парадид очередные конспирологические версии. Что очень важно в этой истории, пытки. Пытки, которые никогда так открыто не показывали, никогда так открыто не оправдывали. Ну, или никогда это не было так хорошо замечено. Еще осенью 99-го года я помню видео из следственных изоляторов Северного Кавказа, где люди чудовищно избитые. Вот лицо все опухло, сплошные кровоподтеки и ясно, что сотрясение мозга сильное. Еле говорит человек, еле говорит то, что ему очевидно надиктовали перед тем, как поставить перед кадром. И это выдается за доказательства мирового исламистского заговора, который бравые чутисты пресекают сейчас в Чечне. Тогда на это не было большой реакции. И то, что теперь это вызывает столь сильное неприятие у всех, кто может здраво реагировать, это симптом того, что глаза открылись, может быть, не знаю. Но ведь еще совсем недавно нечто подобное было, когда Пригожинская кувалда стала символом. Не знаю, ожерелье из отрезанных ушей демонстрировал в своих фильмах Александр Невзоров еще в ходе Первой Чеченской войны. И не уверен, что насилие стало больше. Методы воисковой разведки, которые, по сути дела, были применены к задержанным здесь, когда форсированный допрос не предполагает выведение человека дальше на суд. Он не предполагает, что человек проживет больше нескольких часов. Это то, что с тысячами задержанных сделали в Чечне только во Вторую войну. Так вот, эта реальность, это не новая реальность. Она разве что стала несколько шире и существенно более открытой и теперь не маскируются пытки не тайны. Хотя даже гестапо когда-то пытало тайну. Не были гестаповские пытки предметом хвостовства и гордости. Что важно, заговорили о смертной казни так, как не говорили раньше. и в этом смысле тут не методы, а публичность этих методов. Вот что настораживает. В том-то и дело, что с террором так не борются, когда методы от физического воздействия до показа этого широкой публики, подобная борьба с терроризмом, она лишь воссоздает его мобилизационную базу. и если уж мы вспомним теракт в Нурдосте, то как раз после этого власти начали проверять, а что же там такое делается, если после трех лет войны с терроризмом не покончено, а наоборот, он полноценно приходит в Москву. И тогда были сделаны выводы от широкомасштабного, неизбирательного, безумного террора, который был ответом на террор, и порождал новый террор, перешли к чеченизации конфликта, к тому, что теперь есть Кадыров, он может кричать, как в фильме «Горец останется только один», но это другой уровень насилия. Так вот, то, что продемонстрировали после теракта в Крокусе, нас отбрасывает просто к тем самым временам, когда примитивное насилие, демонстративное насилие, жестокими пытками, с выдачей совершенно бессмысленных и противоречащих всему, что мы знаем, версий, оно что может порождать? Оно может порождать лишь новое насилие. здесь было бы в пору задуматься, а кто это такие, откуда это все? Ну да, Россия сейчас дружит с Талинами, но Талибан в регионе, мягко говоря, не дружит и очень свирепо не дружит с местными идиовцами, с этим самым деловатом Харасан. И если уж Москва друг Афганистана, нынешнего официального Талибского Афганистана, то эту угрозу видимо нужно было иметь в виду. Ведь это направление, эта угроза отнюдь не нова для российских силовиков, российских силовиков в целом. Лет 15 назад, когда казался близким уход НАТО из Афганистана, угроза Центральной Азии и через Центральную Азию и России рассматривалась как вполне реальная и реформа армии при Сердюкове, превращение ее в компактную, по возможности профессиональную, действующую на любом направлении за счет складов оружия припасов и амуниции, создание сил специальных операций, сведения разнообразных спецназов в то, что потом всех поразило как вежливые люди. Это все делалось в большой степени с прицелом на Центральную Азию, так, по крайней мере, пишет военный аналитик Александр Гольц. А то, что использовано было в Украине, ну вот простите, готовилось для одного, использовало было для другого. И возможная угроза из Центральной Азии, военная или террористическая, она вряд ли исчезла из каких-то записей реестров плана. Или все-таки исчезла? Или все-таки способность к стратегическому планированию была утрачена? Но нельзя считать полной неожиданностью то, что террористическая группа, ассоциированная с этим регионом, вдруг оказалась в Москве и совершила масштабнейший теракт в столице. Число погибших уже превысило число погибших в Норд-Осте в 2002 году. И здесь мы сталкиваемся с еще одним моментом. люди-то видимо в большой степени погибли не от пуль террористов, а от того, что не смогли выбраться из горящего здания, от того, что в здании должным образом не работали системы пожаротушения, дымоудаления, от того, что в здании были перекрыты аварийные выходы. этот аспект техники безопасности, спасения людей, которые могут погибнуть без всяких террористов, этот аспект вроде не забывали. Была белая ложа, где при пожаре погибло много людей, была зимняя вишня, это же мемы по сути дела для России. Так что системы пожаротушения, дымоудаления, эвакуации людей, это азы безопасности. Повторю, государство перестраивалось под лозунгом «Мы вам дадим безопасность в обмен на свободу в течение почти четверти века». И оказывается, что ничего из этого не работает. Оказывается, что полиция, Росгвардия и так далее разбегаются при звуках начавшегося боя и теракта. Прибывшие пожарные не рвутся вперед тушить пожар. Прибывший спецназ не идет немедленно в атаку. Да, это все сулит возможные потери. Но, извините, у вас работа такая. У вас работа такая, где смерть входит в условия контракта. Смерть для спасения в жизни других. Оказывается, когда у власти в государстве группировка создана с целью удержания власти, развязывания агрессивной войны, совершения военных преступлений и преступлений против человечности, безопасность людей не является первоочередной задачей этой группировки, чтобы она не провозглашала. Саша, спасибо вам большое. Очень интересный рассказ и с бэкграундом, и с версиями, и с анализом. Собственно, мне осталось совсем немножечко уточняющих вопросов. Ну, просто, чтобы было понятно. Если это может быть понятно. Например, вот про маргалитеракт. Что это значит для ближайшего будущего? Как обычно происходит в спецслужбах? Это значит, что сейчас все быстро собрались и быстро поняли, что произошло и смогли предотвратить то, что может быть может произойти еще. Или наоборот, это в момент растерянности, никто ничего не понимает. Сколько времени нужно спецслужбам, чтобы собраться и как-то вот понять, что происходит вообще? Сейчас спецслужбам не стоит завидовать. Ведь ищут виноватого. И кто будет назначен не виноватым? Неизвестно. Но это не имеет отношения к анализу собственно событий и к выводам из этих событий. Две разные задачи. Внутренняя интрига на пепелище и выводы для практических действий. Если речь идет о контрактаристической безопасности, то все выходы должны быть закрыты. Если речь идет о пожарной безопасности, выходы должны открываться при необходимости. Вот как вы оптимизируете эти две целевые функции? Что за счет чего? Комплексная безопасность всегда компромисс. А простые выходы, простые решения, как правило, выходами и решениями не являются. Они эффектные, но неэффективные. Единственное, что видно, пытаются увязать этот теракт с Украиной. Потому что война, все для войны. То, что ехали, они спасаясь в сторону Беларуси, тут не имеет значения. Попытаются использовать для чего? для укрепления власти, для продолжения войны. Как все предыдущие теракты. Как взрывы жилых домов, про которые, повторю, мы не знаем, кто их организовал, но мы точно знаем, кто их использовал. Как, например, теракты в Беслане, где тут же были предложены реформы, отменявшие прямые выборы губернаторов, менявшие порядок выборов депутатов. Какое отношение это имеет к борьбе с терроризмом? Ну, они были заготовлены, лежали в администрации президентов Сейфи, были извлечены на поверхности, которых появился пол. Речь здесь идет не о последствиях теракта, не о предотвращении подобных терактов, а о решении текущих военно-политических задач, которые ставит российское руководство. Вот это можно предвидеть. А выводы? Выводы, похоже, делают сейчас общество и то, что оно неравнодушно реагирует и пытается рефлексировать, это, пожалуй, очень важно. Саша, а тогда еще последний вопрос буквально про общество как раз я хотела спросить. Вы сказали про такой негласный договор безопасности в обмен на свободу. и вот то, что общество сейчас каким-то образом реагирует и пытается рефлексировать на тем, что произошло. Может ли быть ситуация, какие были ситуации в прошлых терактах, когда общество начинает высказывать какие-то свои недовольства властью или, по крайней мере, пытается как-то себя проявить, вот это требование безопасности? Проблема в том, что сейчас в России уничтожены все механизмы обратной связи общества с государством. Собственно, это было главной задачей всей четверти века путинского правления. Ликвидация парламентской системы как система контроля над исполнительной властью. Ликвидация партийной системы. Система независимых оппозиционных партий. Превращение их в марионеток вроде тех, которых мы сейчас видели на так называемых выборах. А кого-то даже туда не позвали, уж больно эти перчаточные куклы износились. Свободная пресса. Ликвидация общенациональных сетей телевидения. Ликвидация общенациональной независимой прессы, хотя это существенно дольше, потому что газеты уже народ не настолько читал. Последняя серия, начавшаяся в 2012 охоты за иностранными агентами среди некоммерческих организаций, которые тоже были контуром обратной связи. Мы, по сути дела, много лет занимались гражданским контролем в зонах поведения контртеррористических операций. И это не прощают. Или ведение списков политзаключенных. Какие политзаключенные? Вот много лет власти сажают по террористическим статьям на огромные сроки участников движения Хизбу Тахрива. Не хочу сказать о них ничего хорошего, но на терроризм они не тянут. Однако больше 20 лет назад было решение Верховного суда, что они террористы. И арест человека, его осуждение по основанию принадлежности к этому течению, он дает раскрытие террористического дела. Это же для отчетности, для погон и для новых должностей очень много. Мы говорили об этом много лет. Кажется, это стало одним из оснований для нашей ликвидации. Вот та самая обратная связь. Хотя еще в 2012 году, примерно тогда, когда уже начали говорить о том, что с агентами стоит бороться, но еще ничего не приняли. Было совещание в администрации президента по опыту организации комиссии по адаптации боевиков. То есть, по сути дела, тактики умного контртеррора, где были силовики, включая ФСБ, Следственный комитет и так далее, представители регионов Северного Кавказа, также и правозащитники, работавшие с этими темами. И тогда, кажется, все силовики, кроме Следственного комитета, поддержали, что да, так надо делать. Следственный комитет был недоволен тем, что отчет не снизится. Но это было всего 12 лет назад. Нет, потом все пошло по другой траектории. Но даже в тех условиях мы старались поддерживать вот эту обратную связь в важнейшей области, в области борьбы с терроризмом. Потому что противопоставлять права человека и безопасности это не то, что нехорошо, это неправильно. Соблюдение прав человека, как показывала та же практика Кавказа, регионов, где эти комиссии по адаптации были, где не закрывали сплошь подряд ненравящиеся мечети. Вот эта практика показывала, что права человека это не антитеза безопасности, но важнейший фундамент этой самой безопасности. С тех пор такого диалога нет. Но вероятно для будущего это важнейший момент. Отказ от подобных методов мыслей, я не знаю, стратегий приводит к тому, что гибнут 139 человек, а потом какие-то люди в форме, желая вероятно не только схлавить хайп, но и получить поощрение от начальства режут человеку ухо, когда признание, полученное от человека в результате пыток током, рядом с человеком со спущенными штанами, там на фото лежал полевой телефон, они выдаются обществу, мол, за 500 тысяч рублей их послали на дело. я же не знаю, выживет ли этот человек после того, как провел вот так в майке ночь при минусовых температурах, потом брошен следственный изолятор, но ничего уже про 500 тысяч сказали, это неправильно, но ведь понимаете, фабрикация подобного рода дела означает не только то, что есть шанс, что невиновного отсудят, что невиновного покарают, но ведь есть шанс тогда, и что виновным идет от ответственности. Такие действия государства, они не только преступны, они неэффективны, как говорил Толеран, это хуже, чем преступление, это ошибка. Ну и последнее, если мы вспомним может быть первые шаги к гуманитарному праву, когда спартанцы, убившие персидских послов, послали своих послов к персидскому царю, мол, а мы не боимся сделать то же самое, персидский царь сказал, я не буду этого делать, тогда бы я им подобился и утратил бы право их судить. пытки это шаг к развалу государства, потому что оно утрачивает то право, которое, казалось бы, имеет судить террористов, судить врагов общества. Саша, вы сказали, что это переломный момент, как вам кажется, действительно ли сейчас может в России что-то измениться после этого теракта, и что именно? Сейчас в России первые недели после очередных выборов, скажу в кавычках, Владимира Путина, очередной повод для определения дальнейшего вектора развития. Либо это дальше война, либо что-то будем переосмысливать, либо все будет еще хуже, как те разговоры о смертной казни. я не знаю, что получится. Я вообще не специалист по кремлевским башням. Наверное, много экспертов, которые выдадут любые прогнозы. Но то, что мы видим сейчас, не оставляет большого пространства для розовых пони. террористы, они ведь не заканчиваются как дефицитный товар. Не ждет ли нас теперь другая эра? И если так, то в чем наш общий долг, и что должны мы принести ей в жертву? Спасибо, Саша. Спасибо вам большое за этот разговор, за ваши объяснения. Хочется верить, что когда-нибудь наши разговоры с вами будут полны, немножко больше в них будет оптимизма и розовых пони. Саша.